Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня мы приступаем к папке о Библии. В нашем вопросе и ответ я показывал, откуда мы идем, а пооформляем это дело. Вот у нас наш сайт, вот он как выглядит. И вот здесь, бесы мы это закончили. Б. Библия, потом будет богослужение. Много вопросов, которые я отвечал в университетах, школах, техникумах, по радио, задавали вопросы. И вот это в книгах моих все это есть. Ну, начинаем дальше. Так, считай. Здесь вопросы, все вопросы тут, которые в первом томе идут, они оказались в одной ленте. Мы по 10 минут будем рвать. Вопрос. Вопрос 301 от Марка. И воспев пошли на гору Елеонскую. Вот видишь как. Известно ли, что пели Иисус Христос и 12 апостолов? Вот отвечай, а что они пели там? Ответ. Это мы узнаем от иудеев. Что они поют приедение Агнца? Это псалмы восхождения. От 19-го, 119-го, до 133-го. А какой конкретно? Ну, видимо, все пропеваются. Вот где ответ. Ну, откуда это знать? Ну, все из книг узнаем. Я там не пел их и не знаю. Дальше. Вопрос 302-й. Вопрос 302-й. Говорят, так это что, Бог такое делает? Видите? Когда выйдешь и Господь Бог, то это Моисей говорит. Это не заповедь Господняя была. И он говорит, а почему разводное письмо? По жестокосердию, чтобы не убивали жен. И так, чтобы увидел, другого безобразия не было. Были даны какие-то рамки по тому немощному человеку. А сегодня, конечно, они не действуют. Но вопрос задан по тому времени. Так. Зачем нужно стричь ногти и волосы на голове полонянки? И почему победитель отпускает ее с позором? А эти вопросы какие. Отвечаю. Какой бы ни был закон, направленный на сохранение жизни и восстановление порядка, это все-таки лучше, чем анархия и беззаконие. Жестокий век, жестокие нравы. А как поступают наши в Чечне и чеченцы с нашими? Или в афганской компании? Мы пришли туда как захватчики-оккупанты. Спровоцировали цепную реакцию вековой мести. 14 700 убитых социально-русских в Афганистане. То есть примерно столько девушек у нас не выйдут замуж. И пишут, что в Афганистане, когда были русские, уничтожили свыше миллиона человек. Ну и учитывая это все, что нация-то не такая большая, и что это для них какой-то урон нанесли. Обрезание ногтей и волос это ощущение от прежней плотской нечистоты, как и обрезание у мужчин крайней плоти. Все-таки если она станет не по душе, принявшему ее, он должен отпустить ее живой. Но без выкупа, что тоже немало, она получала свободу. Припомните песню, которая поет гмыре по всесоюзному радио, по заказу сентиментальных бабушек и учителей. Как Стенька Разина изнасиловала персианскую княжну. Топит ее в Волге. Это поется официально. Почему про это не говорите ничего? Топит ее. Прими дар от казака. Бандит. И сегодня это все прославляется, поется официально и умиляется. Распримись, хорош, высокую тайну сохрани. Какую тайну? Блудил. Блудяга пришел. И сохранить тайну эту надо. И вот поют, надрываются, какой бы ни был, смотришь, там и Хворостинский. Только голос начинает настраивать, и уже ему надо пойти в рожь. И там они мяты. Ну валялись, блудили. Ну назовите своими именами это. Два погибших грешника. Два блудника. Дальше. Считай. Официальная песня, официальный артист. Сравните с вышенаписанным законом. Спустя три с половиной тысячи лет христиане даже не приблизились к поисееву закону. Вот и все. Во многих городах улицы названы во имя этого разбойника и насильника Разина Стеньки. Еще доказывать. Следующий вопрос. Вопрос 303. Первый Коринфянам. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания. Тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различные, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Что это за дар веры, что дается не всем? Меня записками всегда посылают. У нас вслух вставал человек и задавал вопрос. Этого нету. Только в писанном виде. Ну вот ответ. Вот посмотрите, как отвечает, которая православный где-то, вплоть до Осипова. С ней они одинаково-то. Как будто Библии вообще не существует. И это не гордыня, не прелесть. Здесь ответ дается согласно Слову Божию, канонов. И все это приводится. Теперь, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вот что знать. Дальше. Вера бывает двух видов. Первая, та, которая дается всем просящим ее, в Бога, в Богу и в Священном Писании. Священное Писание веры. И вторая вера, чудодейственная вера, могущая передвигать горы. Если первая должна возрастать у каждого, то вторая дается единицам на миллионы. Первая вера сделала Божия, и без нее никому не спастись. Из-за нее будет награда по делам. Вторая же, даже самая маленькая, передвигает горы. Но за это нет никакой награды. Но великая ответственность и ответ на суде Божьем. Это отвечаю так. Римлянам в нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет. Матфея. И Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она придет. И ничего не будет невозможного для вас. Доказывая на конкретно, что я не о тете Фроси. И она. И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Иаков. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот два стиха, 17 и 20 указывается, откуда это взято. Все. Дальше вопрос. Вопрос 304. Это первый том. Первый том открытым оком. 400 вопросов пока не будет, это первый том. Первый каинфянам. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. О каком пути, говорит апостол Павел. Ответ. Как Ветхий, так и Новый Завет писались когда-то без разделения на главы и стихи, которые были введены кардиналом Хьюго и библиотекарем Стефаном, католиками. Вслед за этим стихом вся идет 13 глава и говорит об этом превосходнейшем пути, пути любви. Нет ничего выше ее, потому что тогда сплошняком шла, а сейчас главы есть. Говорит о 13 главе первого послания к коринфянам. И дальше. Вопрос 305. Второй коринфянам. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня. Чтобы я не превозносился. Как толкуется этот стих? Понимаете, это люди желают знать. Какой ответ дается? Вот наблюдайте, как ответ дается. Повторяю, у меня, зная это образование, духовного никакого нету. Никакого. У меня есть одно, с чего, может быть, у них профессоров нету. Огромная, большая любовь к Богу, ко Христу, за его жертву Голгофскую и к его откровению Святой Библии. Если вы спросите любого сектанта, по-своему изучающего Библию, они ответят, что апостол Павел был болен глазами. В доказательство этого приводится следующее, что он был ослеплен раньше светом с неба, а верующие, любя его, готовы были отдать ему свои глаза. То есть я должен знать, как люди толкуют. Вот теперь дальше доказываю это на основании Слова Божия. Понятно. А в другом месте говорится наоборот. Не видели. А слышали. То есть наоборот. Что означает? Он говорит, бывшие со мной свет видели. Не видели, кто разговаривает. Иисуса не видели. И пришли в страх. Но голос оговорившего Павла не слышали. Они слышали только голос Павлов. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань, иди в Дамасск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе доделать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамасск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамасске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри, и оттачас увидел его. Одобряемый, видите, то есть знали, как он молится. Они говорили, о, лицемертом. А как, знали они, видели его благочестивую жизнь и прославляем был. Галатом. Как вы блаженность, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Вот говорят, баптисты ссылаются, я привожу, не отвергаю этого. Иоанн Затаус ангелом сатаны называет всех гонителей, которые удрущали проповедника, мешали, сопротивлялись, настраивали против него людей. Гонители для Павла были как заноза, как жало вплоть, и они преследовали его всюду. Сектантское толкование, показанное выше, само по себе не несет ничего отрицательного, что это вполне могло быть так, что апостол Павел в дальнейшем мог быть болен глазами. Но Затаус говорит, как мог быть болен глазами тот, чьи опоясания исцеляли других? Как бы его собственная болезнь потерпела это опоясание, всегда носимое на нем? Считай. Сектантское толкование не отвечает на важный вопрос о том, как в немощи при болезни глаз могла проявляться благодать Божия, сила его. В немощи моя сила, вот тут они не могут ответить дальше. По второму же толкованию все становится на свое место. Когда апостола Павла и силой заключили в темницу, благодаря гонителям, жало вплоть, то его немощь простиралась до того, что он не мог двинуть даже ногой, закованной в колоду. И любой, кто в это время мог видеть его, сказал бы, что гонители сильнее его, сам он немощен, помощи ниоткуда нет, что он и не выйдет никогда из тюрьмы, и никто его не освободит. И вот в этой немощи бессилие, закованной и не просто в тюрьме, а во внутренней, то есть шизо, среди уголовных элементов, как бы один из них, в нем проявляется сила Божия. В землетрясение, качается темница, ослабели узы, наступил час смерти начальника тюрьмы. Полная свобода, вставай и иди на все четыре стороны. Но и это еще не все. Когда Павел оказался смятым, раздавленным, воплощение немощи и бессилия именно в это время, как при трехстах воинах Гедеона, малый остаток, проявляется величие благодати Божией. Сердце начальника темницы распахивается и шире темничных врат, и грозный страж лежит у ног своего повелителя-узника, как имеющего власть миловать и спасать. Вот это ответ. Все на этом. Слава тебе, Господи.